Саша, ну, во-первых, поздравление от всех читателей Спорт-Экспресса с недавним рекордом российским по очкам. Это супер, это здорово, конечно. И первый вопрос с этим. Когда ты уезжал в 2005 году в НХЛ, ты мог себе представить вообще, что ты побьешь этот рекорд? Если бы тебе тогда сказали, что это произойдет, ты поверил? Конечно же, я бы не поверил. Конечно, я хотел играть как можно лучше. Понятное дело, что каждый из людей, которые приезжают в Америку, каждый они хотят показать, на что они способны. Но таких результатов, которые я добился, это было неожиданно. Понятное дело, что первый сезон такой был скомканный, такой более удачный. Можно сказать, такой на мажорной ноте. Я закончил, выиграл лучшего новичка сезона. Закрыл 50 голов, поэтому думал, что, может быть, будет нормально играть. Но получилось совсем по-другому. Стал один из лидеров команды. Вместе с соседними игроками, с кем я играл. Ребята мне помогали. Россия как человек и как игрок. Я читал недавно твое интервью на NHL.com, вернее, видел, то есть смотрел. И меня поразило, что ты несколько раз произнес по отношению к себе слово «везение». Я понимаю, талант, пахота, но при чем тут везение и в чем оно заключалось? Везение в том, что оказался в таком городе, в Вашингтлане, в котором, в принципе, команда, которая начала строиться, делать реабилдинг, так называемый. И все, что мне делалось, это все делалось в руку меня, чтобы я был таким, можно сказать, главным лицом команды, да, и тех игроков, которые подписывали, они хотели, чтобы они помогали мне расти, как игрок. И понятно дело, что я имею в виду везение, имею в виду то, что именно взяли под первым номером, я попал в первую сборную. Понятно дело, что работа, пот и все остальное, но без везения тоже никуда. Скажи, вот если в процентном соотношении взять талант, работаю в везение, вот как бы ты, так сказать, свой успех? Да х**я это все! Понятное дело, что каждый игрок далантлив по-своему, у каждого своя работоспособность. Я думаю, что здесь 30 на 30, так можно делить. Успех, работа, везение, все остальное. Когда я после рекорда твоего спросил Игоря Лорионова, который когда-то с тобой 14-летним немножко занимался, кто лучший россиянин из той лиги, он сказал, что за стабильность Овечкин. А ты сам кого бы назвал? Многие ребята, многие игроки, которые здесь выступали, их можно назвать лучших. Это тяжело сказать. У каждого есть свой талант, у каждого есть своя способность. Кому-то нравится, кто лучше играет в защите, кому-то нравится, кто лучше в центрах ворвать. Но мне тяжело сказать. Я думаю, что я один из лучших, кого-то одного выделить тяжело. Как реагируешь, когда тебя называют великим спортсменом? А каким аппетитом вы характеризовал бы себя сам? Ну, великий спортсмен, это после окончания карьеры, да, можно называть. А пока я еще действующий спортсмен, у меня еще все впереди, поэтому когда закончу, тогда можно будет уже об этом говорить. Пока капиталс не ходили еще на прием к Дональду Трампу, я хотел узнать, он тебя назвал в Твиттере настоящей суперзвездой. Если такая встреча будет, ты пойдешь? Как ты вообще к нему относишься? О чем бы хотел его спросить? Ну, конечно, я пойду. Не каждый раз ты пойдешь в Белый дом, разговариваю тебе и просто сделаю фотографии с президентом. Спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся. Скажи, а ты как именно самый популярный русский в столице США, способен ли ты сделать что-то для сближения двух стран, как считаешь? Я не политик, я политика. Это отдельный разговор. Поэтому для меня самое главное, чтобы все были живы-здоровы, был мир. Скажи, пожалуйста, в минувшем году ты выиграл Кубок Стэнли, стал отцом. Можешь сказать, что жизнь удалась? Вообще главное, это стильный-то вообще. Ну, конечно, хочется Олимпийские игры выиграть. Давай мы туда перейдем. Конечно, хочется Олимпийские игры выиграть. Конечно, еще много чего можно достичь в этой жизни, помимо того, что Кубок Стэнли. И, конечно же, появление на свет сына – это большой праздник для меня, для Настиной семьи, для моей семьи. Все очень рады, все довольны. Как это повлияло вообще на твою карьеру, на, скажем так, на твою игру, скажем так? Можно ли говорить, что это какое-то влияние оказало? Ну, конечно, более расслабленно себя чувствуешь, потому что там грустно-девственность, который был последние, там, 10-19 лет, он спал, и сейчас ты себя более комфортно чувствуешь. Но это именно благодаря победе Кубок Стэнли, да? Да, конечно, конечно. А именно рождение ребенка? Ну, это совсем другое. Это как бы личная жизнь, это моя семья, поэтому здесь тяжело, чтобы сказать. Конечно, когда ты приходишь домой и ты играешь с ребенком, это, в общем, непонятное дело, что он сейчас пока маленький еще. Вот, но со временем, я думаю, надо о чем ходить, о чем говорить и совсем другое было. На Воробьевых горах ты сказал, что следующая мечта Олимпиады, но ведь пока нет никаких гарантий, что лига согласится ехать в Пикин. Ну, пока еще далеко до Олимпиады. Чем ближе будет дело, там, не смотреть. Еще и локауты не за горами, поэтому надо будет принимать решение совместно с женой, что и так. Расстроился, что Кубок Мира отменим? Да, на самом деле, если его проводить, то он будет проводить не в октябре, не в начале сентября, потому что у тебя тут идет только подготовка. Вот, ну, мне как-то без разницы. Ты очень хотел, чтобы Лига поехала в Пьенчхан, делал все для этого возможно. Будет ли возможность, как ты думаешь, ну, там, ты просто не мог ничего сделать, будет ли возможность, как-то, так сказать, ну, попытаться сделать все от тебя зависящее, чтобы в новом коллективном договоре Олимпиада была прописана? Дело в том, что, если ты один, то ты можешь хотя бы всем кого убить, но ничего не сделаешь. Если меня кто-то поддержал в этой ситуации, да, может быть, и Лига пошла бы на уступки, и Лига бы сделала все возможное для того, чтобы не то, что Лига, а игроки сделали все возможное, чтобы мы поехали, да. Но когда ты один, когда, там, два-три человека, это тяжело сделать. Ты ожидал, чтобы тебя поддержат, скажем так, большей поддержки, ожидал? Ну, конечно, ожидал, но, как говорится, кто-то испугался, кто-то ничего не стал говорить, поэтому все стало понятно сразу после моих слайд. У тебя в 2021-м заканчивается контракт, в 2022-м Олимпиаде, если к тому моменту станет понятно, что Лига не едет в Пекин, ты можешь на один сезон уехать в Россию? Опять же, здесь все будет зависеть от того, семья, в каком будет состояние, да, то есть не будет ли на трамп. Еще долгое время, поэтому все может поменяться кардинально, поэтому все будет известно ближе к Олимпиаде. Могут ли фанаты других клубов НХЛ помечтать о тебе после окончания контракта? Или для тебя в НХЛ существует только Вашингтон? Пока я не могу ничего сказать по этому поводу. У меня действующий контракт. Как вы знаете, я выступал за Динамо, потом я приехал в Вашингтон, я играл всего за две команды на официальном чемпионате. Я не очень люблю меня от коллектива. Скажи честно, тебя достали вопросы о рекорде Грецки? Или наоборот, приятно, что люди, по крайней мере, допускают такую возможность? Ну, допускать все можно, да, но это очень тяжело, опять же. Хоккей меняется, хоккей не стоит на месте. И когда ты приближаешься к этому еще очень долго, нужно играть, чтобы приближаться к этому рекорду. Там, пожаем, увидим. Ты говорил, до 60 лет надо будет играть. И вот если серьезно, то, допустим, тебе будет 40, и фактически это останется твоей единственной мотивацией. Ты будешь продолжать ради этого играть? Или как-то почувствуешь, что уже не способен на прежнем уровне играть, уйдешь? На самом деле я такой человек, что если я буду себя чувствовать уже, можно сказать, таким якорем, я не хочу обманывать хоккей, я не хочу играть там до 42 лет ради того, что я... Я хочу играть со своими детьми, когда они просто растут, то я не хочу. Ты уже задумывался о будущем после хоккея, чем будешь заниматься, скажем так, тренерская работа тебя привлекает, как у мамы? Нет, пока я еще об этом не задумывался, у меня еще долго карьера впереди. Многие думали, что выигрыш Кубок Стэнли съест все твои силы, эмоции, но в новом сезоне ты начал забивать с еще большей силой. Как это получилось? Странно ли было перестроиться на новый сезон после реализации мечты жизни? Ну, я думаю, то, что здесь повлияло то, что груз ответственности спас плеч у всей команды. И сейчас мы наслаждаемся теми воспоминаниями, теми моментами, которые мы получали. Очень умные мамы повторить еще раз этот же путь. От поездки на Матч Звезд ты отказался не в том, чтобы перезарядить батарейки надо было? Да, но мне уже не 25 лет, чтобы лететь 5 часов, отыграть отдельно 3-2 часа и лететь обратно. Я побыл с семьей, отдохнул и опять же, для нас сейчас самое главное повторить тот же успех, который мы представили в прошлом году. В принципе, вот нуждается ли матч в Звездких-то изменениях, чтобы он стал интересен, допустим, таким людям такого калибра, как ты, всегда? Нет, я не говорю, что он не интересен, он интересен. Просто в этом году я решил сделать паузу и подготовиться к окончанию сезона. Мне всегда было интересно спросить, не раздражает ли тебя сравнение на протяжении всей карьеры с Сидней Кроссбе? То есть он центр, ты край, совершенно разные функции. Или наоборот, эти сравнения вызывают желание, может быть, быть сильнее, его набрать больше очков в карьере, чем он? Нет, это противостояние двух команд. Понятное дело, что два игрока, которые были с самого начала в лиге, играли против друг друга, пресса, болельщики всегда так бензиновый огонь подливали, поэтому это нормальное явление. Это во всех видах спорта есть такое противостояние, поэтому я считаю, это нормальное явление. Скажи, в принципе, хочешь ли ты, чтобы сын стал хоккеистом или вообще спортсменом с такими-то генами? Уже мы видим, заставлять не будем. Посмотрим. Выигрыш Кубка Стэнли – это было счастье или облегчение? Ну, это счастье. Это было один из самых лучших моментов моей спортивной карьеры, да, когда ты, наконец-то, достиг этого пика, поднял эту чашину головой. Все счастье, которое мы подарили болельщикам, нашим родным Жанам, это не описать. Это нужно было это видеть, надо было это чувствовать, поэтому мы все… Мы были все довольны, и здесь даже не знаю, сбил батя. Ну, ты, 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 ты радовался совершенно фантастично. Такой радости я вообще не видел ни у кого. Ну, я говорю то, что мы все это делали с душой, долго к этому шли, и, понятное дело, то, что наша радость, она была такая предсказуемая. Все были счастливы, все были довольны. Город стоял на ушах, и мы тоже. Какой гул главный в карьере? Город ты? Главный в карьере назовешь? Ну, можно вспомнить «Террибинские игры» 2006 года в Турине. Канадцам. Да, можно вспомнить «Белоруссия» гол, который финал зайдет. То есть, все такие важные голы. Каждый гол – это памятный гол, каждый гол – это тяжело дается, поэтому какой-то либо гол тяжело дает. Овечкин в возрасте Христа и, допустим, 10 лет назад – это два разных человека? И в чем главное ты изменился, скажем так? Ну, конечно, два разных человека. Женат, появился сын. Уже глубокостоянный везет с блютями, поэтому все хорошо. Тарасенко на днях сказал, что не знал о рекорде Овечкина, поскольку не читает хоккейные новости. А ты читаешь или после каждой игры и тренировки тоже совершенно отключаешься от хоккей и смотришь ли игры других команд? Нет, ну, почему не читаешь? Конечно, я читаю новости, я смотрю, как сыграли другие команды. Тем более, сейчас уже под конец сезона нужно смотреть, облиться, нужно знать, какая команда тебя может догнать, какая можешь перегнать, поэтому ты должен быть в курсе. Твоя мама предложила поменять название Морис Ришард Трофи на Александр Овечкин Трофи. Как ты, какая идея относишься? Ну, это мама, это всегда будет свои идеи подавать. Продолжаем наш разговор с Александром Овечкиным после победы на Сан-Хосе 4-1. Снова сегодня ты забил с передачи Женя Кузнецова. Удовольствие вам игралось. Что тебе главное в нем для тебя, как в человеке, как в игроке, как в партнере, с которым ты вместе и Кубок Стэнли в одном звене есть прошел и шикарно совершенно сработались? Ну, я думаю, то, что как в человеке, он открытый, добрый и очень веселый парень, с ним всегда есть о чем поговорить. Вот, так же, как и с Дима Ро, мы постоянно вместе, постоянно ходим на ужины, с семьей дружим, вот, и как игрок, все-все прекрасно видят. С каждым разом он становится все лучше и с ним играть одно удовольствие. Как ты думаешь, изменился ли в чем-нибудь принципиальном Вашингтон после смены тренера, если вы в игровой модели, в взаимоотношениях, в раздевалке? Нет, в раздевалке у нас шикарная атмосфера. По поводу того, что смена тренера, в принципе, у нас система не меняется, мы играем в тот же хоккей, поэтому я не вижу никаких перестановок. Кто из тренеров в карьере, может быть, назовешь одну фамилию, кто дал тебе больше всех из специалистов? Ну, я думаю, то, что Билли Динов, когда я играл за Динамо, в 16-17 лет, поставил меня на правильный путь, и ту работу, которую он сам проводил, я думаю, то, что очень важная была для меня. Ну, и, конечно, детские тренеры, которые доверяли мне, поставили меня в детях играть на более взрослом уровне, поэтому всем спасибо. Когда мы увидим свет, когда-нибудь мы увидим твою автобиографию? Потому что очень многие дети ждут в России, когда ты расскажешь о своем пути. Есть ли у тебя мысли на это, может, сейчас? Ну, когда закончу, тогда будем об этом говорить, а сейчас пока есть еще время, может быть, что-то еще совершить. Буквально пару вопросов о твоем любимом футболе. Ты был послом Чемпионата мира, так сказать, 2018 года. Считаешь ли, что наша сборная прыгнула там за пределы своих возможностей? И хорошо ли ты знаком с Дзюбой? Это вопрос, потому что после твоих слов в сториз. Артемыч, давай, Старичелла надо забивать. Ну, я, конечно, его знаю. Я думаю, что все спортсмены знают друг друга. Может быть, кто-то больше лично знает. Болельщики довольны, сами поболицы довольны. И ребята молодцы, работали. Очень, можно сказать так, не покладая рук, не жалели себя. И поэтому результат на лице. У твоего друга Дениса Глушакова, товарища, не знаю, так правильно сказать, было непростое время. Общаешься ли ты с ним, поддерживаешь его? Ну, конечно, мы общаемся. Здесь мы разговаривали с ним. У каждого бывают такие моменты. Дай Бог, что все было хорошо. И у Даши, и у Дениса. Хорошие люди, но у всех случаются какие-то моменты. Поэтому для нас самое главное, что сейчас вся ситуация разрешилась. И дай Бог, счастья и здоровья. Весь мир видел твое фото с Месси. Вы с ним когда-нибудь... Вы с ним в тот момент пообщались? Или просто с фотографиями? Он по-моему, если не говорит. Понятно, понятно, понятно. И вот такой вот вопрос. Меня все интересовало. Игорь Лорионов говорил, что... Ну, не только что он говорил, и отец твой говорил тоже, что 14 лет, ну, по мукте в определенной степени, несколько дней с тобой занимался. И даже, якобы, некоторые упражнения ты чуть ли не до сих пор делаешь. Можешь? Да, конечно. Тот момент я никогда не забуду. Приехала настоящая легенда у нас. Филипп Арзамасов играл. У него сестра вышла замуж за Игоря. И он приехал с нами тренироваться. На льду пару раз он не тренировался. Конечно, давал колоссальные советы. Все мальчишки слушали вас об этом том. И понятное дело, что, когда приезжает такой человек, ты хочешь как можно больше информации, как можно больше интересно узнать о НХЛ и хоккее. И с ним, когда тренировался, я увидел то, что он настоящий профессионал. Знает, как себя готовить, как себя правильно сготавливать к играм, к тренировкам. И большой опыт. Женя Набоков меня заинтриговал. Сказал, что в 9 лет был какой-то интересный эпизод с ним связанный. Можешь рассказать? Ну, это было не в 9 лет. Мне, наверное, лет 11 было. Да, он еще играл за московскую Динамо. Я у него плюшку просил. И я, например, все помню. Дал? Нет. Вот так вот даже? Да. Дядя Женя подвел меня. Все, ладно. Спасибо. Спасибо тебе большое. Удачи. Удачи.